который показывал, что нам нужно подтягивать, стратегические потребности, функциональные потребности, то есть я имею в виду развитие персонала, развитие организации. С 2003 года мы три раза проводили самооценку организации. То есть Богдана Маслевича, мне знаком очень хорошо, с ними работали, вот эту методику адаптировали. И в конечном итоге я был очень жутко разочарован всем этим делом. Почему? Времени было потрачено море на то, чтобы выполнять все время всю эту работу. И ни в каких из пунктиков вот эти наши профессиональные навыки не стали конкурентным преимуществом. Что имеется в виду? Наша целевая группа как получала бесплатно услугу, так она ее и получает. И поэтому она ее не ценит абсолютно. Она может сюда пойти, может вообще никуда не пойти. Поэтому в принципе лучше мы предоставляем услугу, либо хуже мы предоставляем услугу, им от этого не холодно, не жарко. Нашей местной власти было так же по фонарям, как мы классно там, либо не классно делаем, потому что они все равно своим бюджетом делиться не собирались и не собираются по сегодняшний день. Донорам это было тоже как бы по фонарям. По одной простой причине, чем лучше мы адаптировали проект под нужды нашей целевой группы, тем меньше он проходил по их формальным критериям. И поэтому получалось, что кто-нибудь тут напишет этот самый такой вот классный пример, да я реально вам привожу пример, о том, как у нас тут, понимаешь ли, россияне, хнобят местных украинцев, загоняют их в копанки и с ними нужно бороться, полностью высосан этот фонарный проект, потом это все вскрылось с поддельными документами, с поддельными подписями главы администрации, ну интересный такой тоже проект. Но он проходит, потому что он походит по формальным требованиям, которые есть у донора. И мы столкнулись с тем, что профессиональная работа в третьем секторе никому не нужна, она никем не ценится, кроме большой головной боли для руководителя, который занимается тем, чтобы это поставить в какую-то систему. И собственно это был один из моих пунктиков, почему я на это дело, так сказать, наплевал, и сказал, что это так хватит, я больше организацией не занимаюсь. Другими организациями, там мне не приходилось работать, именно в образ развития, у меня таких и в принципе есть, более-менее постоянные клиенты. Там есть прогресс, там видно прогресс, но как правило, там есть определенная дальше связка. Либо общественная организация и бизнес, Яков Рогалин, яркий тому пример в фонду доброта, наверное, можно особо не рассказывать. Либо связка такая, это вот руководитель организации, и он же там зам мэра, либо еще кто-то. То есть это связь с бизнесом, либо с властью. Вот такие организации, они находят со временем какой-то дополнительный ресурс, с помощью которого они могут, местный имеется ресурс, с помощью которого они могут дальше развиваться. А все остальное, пока общественная организация не будет зарабатывать деньги, получать непосредственно их со своей целевой группы, вот все остальное, это можно сегодня не рассказывать. На мой взгляд, классно делают, что вот постоянно пишут заявки донором, донором, донором. Но здесь все просто. Вы берете и смотрите, сколько можно собрать денег через копилки, и сколько можно этот самый получить в одном проекте. И пока этот проект есть, и он не закончится, значит этот ресурс нужно исчерпать полностью. Это будет грамотно и правильно. Продолжение следует...